Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Почему именно ангелы? Этим вопросом я занималась довольно долго, были различные варианты, но я решила строгий большой вопрос своих знакомых, особенно мамочки, как они являются моими специальными потребителями. Первое, что пригодило у людей на носу, участвующих в вопросе, это дети в центре жизни, дети счастья, ангелы, радость и смысл жизни. Мне сразу понравилось для ангелы, так как моё представление сразу возник образ крыльев и секрет пушка. Это и конструктивное начало моей детонной работы. Продолжение следует... Начать... Я решила с логотипа. Я сразу определилась, что акцент будет на первые заглавные буквы и на крыльев. Я считаю, что они очень хорошо дополняют знаки. Логотип я решила сделать совместным, так как совместные товарные знаки хорошо упоминаются. Они легко развлечимы и более удобны для рекламы. Красный, кучный и выразительные совместные знаки на конструкции принимаются и упоминаются на слуху. Моё название и логотип как раз походит под это определение. Тип знака у нас текстовый блок и фирменный знак. С тобой решение однотонное, а графическое нажитание плоское. Фирменные цвета также являются важнейшим предметом фирменного стиля. Один из компонентов общего образа фирмы. Так как магазин у нас для мальчика и пиротелки, фирменные цвета я решила сделать не яркими и беспокойными. Следующим этапом моей работы было создание сертификатов, подарочных карт и визитов. Я старалась делать их всё в одном стиле, но чтобы они немного отличались друг от друга. Затем была разработана фирменная продукция, рекламные щиты и вырезки. Так же глава свободных коллекций сайта и фирменные цветки для памяти и житы. Всё это вы можете посмотреть на ваших сайтах. Спасибо. Упажаем, пройдись перед мной к вопросам. Можно я начну? Коллега, у меня вопрос. Ваши нового сайта. Скажите, чем была пройдена последовательная группа в таких главных разделах? В синей коллекции? В мальчиков? Акции? Меня смутило первые два. В синей коллекции и в мальчиков? Ну, это как вариант того, какие могут быть разделы на сайте. То есть здесь подставлена просто первая страница, ну, сайт одностраничный. Вот. И как вариант того, что можно сделать, если это будет зимняя коллекция, для кого? Для девочек есть. Ну, для всех. Будет рядом раздел, например, коллекция для мальчиков, коллекция для девочек. Какой вариант? Какой вариант? Второй вопрос. Ответите, пожалуйста. У Вас этот лезь простирует проект? Где? В Москве? Ну, в регионах. В регионах или в Москве. Потому что у Вас там на визитке есть карта местности. Там почему-то, наверное, прикрыт какой-то написано на Москву. А вот эти визитки рядом что-то? Ну, это, скорее всего, для регионов, для области, для навигации. Все-таки это одна и та же, потому что кажется, что это одна и та же визитка. Какая? Какая карта местности? Какая карта местности? О, пардон, пардон. А, это, наоборот, это задняя сторона? Я понимаю, ну, Курская и, в принципе, Артемская революция, но... Ну, это как вариант разных адресов. Если, например, сеть, ну, я имею в виду. Одному пищу. Если это у Вас сеть, все люди понимают, то карты разные, города разные. Даю тебе один продукт. Люди понимают, что это одна и та же визитка в той и другой стране. Тут чуть пасква, а тут регионов. Зачем? А, формат подарочной карты? Это формат, и виртки, и артисты, и макеты. Они, конечно же, больше должны быть. То есть, сами подачные карты, они чуть-чуть побольше, чем сами визитки. Вот, а виртки, ну... Да, забейте больше. Как настоящий виртки? Ну, вообще, Октябрьский проспект, это очень похоже на Клиберти. Он вполне был. Быть, скажем, в городе Москва... Аккушка? Аккушка есть, Октябрьский проспект? Аккушка. И схема отрисовалась и артистовалась. Аккушка. А вот там эта зелёная схема, вот здесь, это что такое? Вот карачки? Аккушка. Они не знают, это Наши вопросы. Аааа! Вот, они... Такие... Вот у вас есть цвета фирменные, все образующие элементы, рылышки эти паттерны сделаны, а вот с горошек это что за? Ну это тоже как пример в формлении. Это горошек. Это горошек. Значит у вас цветочки становятся тоже какие-то, да? Цветочки можно чисты только для кулинировки. Но все-таки как у вас цветочки? А на коробочке сердечки. А на коробочке у вас еще сердечки. И цвет еще появился дополнительный. А шарик синий. Шарик синий. Шарик синий. Нет, я понимаю, почему синий. Они желтые бывают. Здесь шарик можно выбрать желтый, бронзовый и белый. Шарики бывают белые. Ну лучше видно на таких. Тут на белом и на желтом могут быть сверху. Я считала, что это будет контрастно. У вас есть темный, коричневый здесь. У вас коричневый есть в качестве фирменных цветов. Вообще у вас непрописленный стилеобразующий. Поэтому какая каша? Я смотрю. То есть вы пестрите. Вот прям половину выкинуть. Да? Да, я пишу. Все на синий. Ограничивать себя надо. Все в комнате. Алина, у вас есть сайт у меня вопрос такой. Скажите, внизу подвал, в странице вы не планировали хотя бы соцсетями? Мы с вами догадываем в тело. То есть задали убрать. У меня были значки знакомые сутки. И почему? Сказали, что так как у нас только синдром на газете есть, то все такие сутки убрать теперь. Телефон хотя бы есть? Куда звонить задать? Как на автор. Есть. Неудачное там решение у вас наверху в баннере. Коллекция силы на фотографии. Какая фирменная сессия ваша? Нет. Какая фирменная сессия ваша? Сначала показываю тоже состояние фотографии. Вы браковали? Потому что там была одна коллекция. Нет. Неучайщика. Есть, не браковали. Тут есть. Есть и есть. Дальше. Принципы. И, кстати. Сейчас, когда на такой центр, как грибы, здесь, в магазине, он открывает свои двери для покупателей для проработки индивидуального и эксклюзивного фирменного стиля актуальна как никогда. Концепция отлично проработана. Учительницы детали и нюансы управления на высоком уровне. И считаем, что уровень знаний недостаточный для построения и исполнения квалификации дизайна. Спасибо. Генеральный директор рекламного бюро «Хеткрик». Город Кремя. Вы поняли. В печати стоим вместе. В печати у него много. Давай еще послушаем руководителя, Михаила Юрьевича, доделаться вам. Ну что, я могу сказать, по поводу работы, и всего, что проходило в этом году. Работа шла достаточно сложно. И в несколько раз это все переделывали с самого начала. И практически, в общем, от той истории, которая начиналась первоначально, ее вот сейчас, сейчас не осталось вообще ничего. То есть, были сделаны несколько съемок, которые тоже, к сожалению, сюда не обошли в финальный вариант. Но, все-таки, мне хотелось бы, сказать, хорошее, правовая роботоспособность. Она, конечно, молодец, она сдралась, и все-таки сделала. Потому что сложности было много. Но она молодец.